Музыка Такая красота! Релиз просто! Доченька цветы привозила. Председатель ворчит, что она поставила машину свою. Ох уж эти автомобилисты, ёлки-палки! Ну да, она на его место поставила машину, и он ворчит на неё, поэтому. Бегом занесла цветы и побежала обратно, что ругается, сказала председатель. Спасибо, доченька. Ну что, поругал Сергея? Поругал. Правильно сделал. Ребёнок приехал на пять секунд маму поздравить. А что он сказал, почему он там ворчал? Она на два места поставила. А что он там делал? А он почистить хотел. Так пять секунд, она принесла букет и ушла обратно. А что ты мне варенье принёс? Не принёс. Чё ты пришёл? Квартплата 177,91. Вот, уже теперь поменьше. Квартплата 29,28. 9,76 – это ремонтный фонд. 19,83 – холодная вода. 111,39 – газ. 8,18 – это союз. То, что мы пользуемся подъездом. 1,27 – ещё взяли газовый газ-баланс. Кто-то, видно, не вовремя показания сдал. 1,80 – сминусовали баланс воды. Итого 177,91. Так, сейчас посмотрим, что было в прошлом году за январь. Вчера посчитать разницу, вот если бы у нас не газовое отопление было, а от союз отопления, сколько бы это получилось тогда. Ну и потом, у нас газовое отопление, и плюс то, что мы готовим еду на газу, а там отопление от союз, и плюс надо ещё прибавить к этому то, что люди готовят. За тепло заплатить, и плюс за газ, который они израсходовали для того, чтобы приготовить еду. А у нас 111,39 – это уже всё вместе. И отопление квартиры, то, что мы готовим еду. 124,78 – мы платили бы, если бы у нас не газовое отопление в доме было. Так это, там ещё они платят за газ, что готовят, а у нас это вместе с тем, что мы готовим. 111,39 – разница 14 евро. Ну и плюс то, что они готовят. К 14 евро прибавить надо ещё тот газ, который расходует у кого не газовое отопление на приготовление еды. Так что выгоднее газовое отопление. Так вам платить. Ну как? Ну как. Что значит пенсионеры очень порядочные люди? На целый евро газ дешевле. Вот так вот. Куб газа дешевле у нас, Патрик, на евро. Какое счастье. А сколько у нас там кубов? 122. Это платить 111. Да, 122 кубов. А не 200. Да? Да. Что, прям сегодня всё у тебя выцарапали со счёта? Да, 14. А ты разве не доволен, что за газ меньше? Я доволен. И я довольна. Ворчать хоть некоторые будут меньше, когда конец месяца будет. Деньги кончились, а тут целые. Так месяц короткий. Почти 100 евро сэкономили. Да, мы молодцы. За январь 2023 года 204,66 мы платили. А сейчас сколько? 177,91. 177,91. Уже поменьше. Уже квартплата поменьше. Вот так. Приятно. Там 2 евро, там 2 евро. И охрана, и интернет. Я тебе уже это говорил уже давно, что у нас подорожало. И интернет подорожал. Я не для себя это говорю, что я не знаю, когда записываю. Я это говорю для тех, кто будет смотреть видео, что всё подорожало, а ты начинаешь меня воспитывать. Ты говоришь так, как будто бы для тебя это новость. Так ты начинаешь меня воспитывать, воспитатель. Вот я поэтому и воспитываю, что ты... Любитель повоспитывать. Нет, ты говоришь так, как будто бы первый раз увидела это. Что? Я и тебя первый раз увидела. Вот я и тоже так думаю. Впервые в жизни. Кто она такая? Да. Владимир Андреевич. Вот так вот. Любите вы читать мораль, а потом говорят, а муж ваш прав. Это не мораль, это воспитание. Поэтому я так... Под моим чутким руководством и такой усталой. Вот. Спасибо тебе, мой дорогой. Вот так вот. Спасибо, моя любимая. Моя хорошенькая. А это не всё. Ну, приходи. Нет. Ну, домой. Любимые конфетки. Спасибо, моя хорошая. Ну и зель, не знаю. Спасибо. Вкусно или нет? Нет, не знаю. Спасибо. Спасибо, моя. Ты его не удержишь вместе со всем. Ну, тогда ставь сама. Так, подожди, сейчас я... Привязался. Конфетки чуть-чуть. Чуть-чуть. Спасибо. Ну, и... Люблю тебя. Спасибо, моя хорошая. Ты мой самый лучший друг. Спасибо, я тебе тоже. И пойду за... Джим-джим. Спасибо. Ты с тренировки, что ли? Нет. Просто добежала. Ну, я с работы зашла, купила, просто его в магазин-то не пустят. А вот. Сейчас он... Ну, ладно. А к этому печененку возьмешь? У меня вот здесь в куртке до сих пор еще. Ладно, тогда спасибо. Будешь? Нет. Спасибо. Все, ладно, давай. Чао. Спасибо. Джулька дома ждет. Бежит, бежит. Ребенок мой. Это такой огромный букетище. Это вообще караул какой-то. У меня прямо весна на подоконнике. Ну, как не радоваться. Конечно, настроение хорошее. Столько цветов. Так приятно. Спасибо, мои хорошие девчонки. Люблю вас. Мои внимательные, мои добрые, мои щедрые, мои самые-самые лучшие доченьки на свете. Внученьки. В Таллине живут. Прислали мне поздравления. Хорошие слова. Хорошие слова о любви написали. Открыточки. Эти вот цветочки так люблю. Мелкие. Такие хорошенькие. И эти вот зелененькие долго стоят очень. Герберы такие яркие. Муж смотрит спортивную программу по телевизору, а я любуюсь, любуюсь этими цветочками, которые мне подарили. Там кот сидит. Пусть сидит. Пойду и покормлю когда. Так еще больше часа, пока ты пойдешь. Я больше часа. В 10 часов я пойду. Вот пока я завтрак готовлю, ты кота в это время... Ты уже давно-давно должна была приготовить. А ты тут начинаешь ходить. Что я начинаю? Своими кинемами. Тебе кота не жалко? Мне кота жалко. Но себя жалко больше, да? Припрыжку потом побегу, да? Кормить давай меня. Нефиг тут. Командир. Командир. Оборзела. Так вот. Добрый муж оборзел и все говорит. Ты думаешь кормить, да? Или будешь свои фильмы там снимать? Время 9 часов. Кот ждет голодный. Мне кота жалко. Все-таки кормить. Вон кот оживился, что ему мясо несут. Ворона прилетела еще. И кот теперь не спускается, боится. Еще одна ворона прилетела. А кот боится спускаться. Одна на дереве ворона сидит, другая вон к еде подбирается. Они его боятся, эти вороны. Да не знаю, кто кого боится. Кто кого боится, он не спускается из-за них. Не знаешь, кого кормить. Тебя, Патрика, ворону. 10 минут десятого. В 10 мне надо выходить. В магазин успеть. Потом уже... Все. Кофе уже заварил. Волзает. Влетели вороны. Вон ворона. Здесь сидит. Кот довольный поел. И сидит. Обзор ведет. Обзор окрестностей. Видно, не очень кушать хотел, что не сразу... Не сразу кушать пошел. Я не думаю, что он ворону испугался. Ворона пытается найти еду, а кот наблюдает за ней, сидит. Ох, доходишься ты, подруга. Он быстро разберется с тобой. Деловая. Вот деловая-то. Служба ровно в 11 начнется, да? Церковь. Ты свечки поставишь тогда? Да. А какие свечки? Это в Таванде Мая. А, это туда придет батюшка. Да. Ну, ясно. Ладно, тогда. Вот так вот, только по таким мероприятиям ты переходишь. Да. Патрик себя ведет всегда хорошо. Так что не придумывай. Да? Да. Уж... Бывают, изрывы. Уж кто-кто, а Патрюша самый умный мальчик у нас. В этом я даже не сомневаюсь, что он самый умный. Да. Кепку другую принеси тебе? Да. Шапку. Да. Да. Вот так вот. Подай, принеси, пошла вон. По принципу. Возмущен, что ты уходишь. Думает, что я сейчас уже соберусь и уйду. Вон он побежал в комнату одеваться. Патрюша, не берет он тебя. Нет. Пакетик-то, да, нет? Пакетик-то, да, нет. Патрик у нас спокойный, конечно. Пошел. Механик умер. Вот так вот. Только на похороны и ходят теперь. Он уже сидят вместе. И белый кот, и этот серый, которого мы кормим. Наверное, подружились. Так вот. И наблюдаем из окошка. Муж ушел. Я поставила стирку, делаю уборку, занимаюсь домашними делами. Любуюсь на цветочки, которые вчера мне доченьки принесли. Младшая дочка принесла сколько тюльпанов. Здесь, наверное, штук пятьдесят. Вот такой красивый букет старшая дочка принесла. А это вот муж принес цветочки. У меня прям на подоконнике весна-весна. И кусочек лета. Младшая дочка еще ананас принесла. И шоколадные конфетки. Вот такие вот шоколадки. Это не конфетки. Смятые. Очень вкусные. Такая большущая коробка. 12 минут осталось. Сейчас машина постирает. И повешу белье. Спасибо большое, что смотрите. Спасибо большое, что пишите комментарии. Счастья вам, любви, здоровья. Чистого неба над головой. Заходите, пишите. Всем пока.